Вы когда-нибудь катались на машине на лифте? Маст Си фри-энтри, то есть обязательно надо посмотреть и бесплатный вход. Очень-очень скользко. Вот это вот драконий мост, это один из первых в мире мостов, построенный из бетона. Смотрите, даже по-русски написали снижение, это вместо распродажа. Тут прям что-то у нас каждые минуты все круче и круче, хуже и хуже. Уже стал сомневаться, доеду вообще или нет. Грузовики что-то очень плотно встали, для легковушек даже полосы не оставили, чтобы они если не могут ехать, объезжали. Молния только что была, блин, снег и молния, такого вообще никак не видел. Короче, я встал, вот машина, дальше ехать не могу, смотрите, что вокруг. У меня аэропорты каждый день. Сегодня аэропорт Тишинева. И летаю в Болонию. Уж запутался, куда летаю. Прибыл в Болонию. Пока что все идет по плану. Я взял машину, еду из Италии в Любляну, в Словению, куда я должна стать 99-й моей страной. Должен проезжать в Венецию, думал, может заскочить, потом подумал, а куда там заскочишь? Только если в аэропорт, сама-то в Венеция, то на катер надо ехать, слишком много времени потратил бы. Так что Венецию проеду мимо. И сегодня к вечеру, к 8, наверное, надеюсь уже добраться до столицы Словении. Посмотрим. Не был ни разу. Говорят, красиво. Дороги в Италии хорошие, ровные. Единственное, я недавно ездил, помните, по Германии. Что мне там нравится? Там через каждые, я не знаю, 5 километров стоит ограничение, знак с ограничением скорости. То есть ты всегда знаешь, с какой скоростью можно ехать на том или ином участке пути. А в Италии, как у нас, нифига знаков нет. Есть автострада, типа там 130, есть простая дорога, там 110 и так далее. А где я сейчас еду? По простой дороге или по автостраде, не знаю. Поэтому я пристраиваюсь за какими-то другими машинами и еду за ними. Такой вот лайфхак. Я остановился на местной, то, что называется, в Вестерре. В Италии это называется аутогрил. То есть ты едешь по трассе, по шоссе и дальше есть такие закуточки, где есть заправка, туалет и кафешка и магазинчик. Пойдем посмотрим, что там. В общем, я купил себе кофе. И какой-то бафалина. Внутри, если захотел, подумал, поем красиво на улице. Значит, бафалина выглядит вот так. Слушай, а где сыр? Вон там на витрине был еще с сыром, с моцареллой. Забыли положить, что ли? Вкусно, но не вот тебе прям. Поедали мы и повкуснее будем просто. Я въезжаю в Словению. Неожиданно, вообще, случайно увидел. Так, 110, 130, пара 24 часа. О, въехали в Словению. Сразу знак 100. Дальше автобан. Посмотрим. А, мне осталось 100 километров до Любля. Едем. Это 20-секундная пауза для того, чтобы вы могли подписаться на мой канал и залайкать это видео. Впереди еще очень много интересного. Давайте, внизу вот там вот подписывайтесь и лайкайте. Лайкайте и подписывайтесь! Вы когда-нибудь катались на машине, на лифте? Вот здесь, в Любляне, в отеле, парковка подземная. Не такая, где надо самому туда спускаться на машине, а где надо ехать на лифте. Поехали. Подъезжаем. Дальше надо заглушить машину. И уже нажато, куда нам надо ехать. Само нажалось. Дверь закрылась, мы поехали. Пока расскажу сегодня Любляна. Там дождь, вивень идет. А я в пуховой куртке, потому что везде до этого в странах был снег. Так что сейчас поедем. Наверное, сначала хочу заехать в магазин. Вот такая погода нас ждет. В общем, погодка так себе явно. Пойду сначала попробую найти магазин какой-нибудь и купить куртку непромокаемую, что ли. Дождевик, зонтик, что делать. Ну все, мне дождь не страшен. Я закупился. Купил офигенский дождевик. Стоил, правда, 40 евро. Блин, дорого. Но зато я теперь целый день могу гулять по Любляне. И мне не страшен серый волк. Все ходят с зонтами. Везде лежал снег. Сейчас пошел дождь. И весь снег превратился в лед. Ходить скользко. Главное не упасть и не сломать руку еще раз. Тут у нас свечки. Смотрите, уже и в Словении есть заправки для электромобилей. Когда у нас появится? Тут написано must see free entry. То есть обязательно надо посмотреть и бесплатный вход. Даже не знаю. Выглядит, конечно, симпатично, но вообще мне вот туда. Сейчас пойду наверх. Закрыто. Очень, очень скользко. Черт. Оказывается, сюда можно было заехать на машине. А я пешком перся, как дурак. Вообще не как дурак, как зожник. Ну вот я и наверху. У нас дождик вроде временно прекратился. Пойдем зайдем в замок. Замок не очень большой. Хотя и древний. Он находится прямо на горе. Отсюда прекрасный вид во все стороны. Поэтому он был очень защищенный. И очень хорошо проявил себя в войнах. Потому что заранее можно было увидеть приближающуюся армию. Соответственно, все жители, которые жили внизу, поднимались сюда в замок. И здесь пережидали нападение. А мы сейчас попробуем подняться вот на ту башню. Это смотровая башня. Наверное, можно подняться. Попробуем. Похоже, надо пешком подниматься. Я купил беретику этой чудесной девушке. Красотке. Мы пошли наверх. Пуш. Ну что, вот эта смотровая башня. К сожалению, все закрыто стеклом. Но вид красивый. Вот на центре города. В общем, сходил на эту смотровую площадку. Фигня какая-то. Все закрыто стеклом. А еще и дождь. Стекло грязное. Ничего не видно. В общем, будете влюбляния. Можете сэкономить 7,5 евро. И не платить их за эту башню. Нифига тут делать. О, а вот этаж чуть пониже. Здесь уже окна. Ну, правда, тоже окна, но большие. Тут можно что-то поснимать. Ну и раз уж я купил билет за 7,5 евро, он дает мне право заходить во все музеи этого замка. Я зашел в музей марионеток. Музей интерактивный. Можно все дергать. Сейчас подергаем. Здесь музей можно обойти секунд за 30. Ну, максимум за 40. То есть тут всего 3 комнаты. Маленькие. Короче, вот такое нашел зеркало, чтобы показать вам себя целиком. Хожу вот в такой накидке, купил. В принципе, она гигантская, потому что позволяет еще рюкзак нести за собой для альпинистов. Ну, у меня рюкзака нету, слава богу. Только фотоаппарат. Вот фуникулер. Вот оттуда сверху я спустился сейчас. И у нас тут опять город и дождь. Пошли гулять. Вот это вот драконий мост. Это один из первых в мире мостов, построенный из бетона. Инженеры, когда придумали технологию, хотели строить его сразу в Вене, но потом побоялись, вдруг он упадет. Решили потренироваться. И для этого выбрали Любляну. И вот он с 1848 года до сих пор стоит. Так что они не ошиблись. Похоже, в мире не осталось ни одного города, где не было бы моста любовников, любовного моста, как только его не называют. По-английски это Lovers Bridge. Смешно, что в Любляне этот Lovers Bridge сделали на мосту, который называется Butchers Bridge. То есть мост мясника. Здесь, конечно, огромное количество на этом мосту и замочков, брелочков, всего что угодно. И обычно, по традиции, люди сбешивают здесь замок, а дальше выбрасывают ключ под мост, в воду. Представляете, сколько там уже ключей валяется под этим мостом. Парковочка для мотоциклов. Только что-то никто в парковую погоду на мотоцикле не ездит. Ну, я купил эту ореховую патицу. Сейчас попробуем. Йогуртом будем запивать. Такой пирожок с орешками. Не могу сказать, что прям в восторг, но вкусно. Ой, какая чудесная идея. Смотрите, как они фонтанчик укрыли от дождя. Видимо, сейчас реставрация тут идет. Площадь Конгресса. Это главная площадь Словении. Здесь происходят все самые важные события в стране. Смотрите, даже по-русски написали снижение. Это вместо распродажа. Так, вот этот тройной мост. Символ Любляны. Изначально здесь был один мост, но потом к нему решили пристроить еще две пешеходные дорожки. Но вместо того, чтобы расширять этот мост, они взяли и пешеходные дорожки построили в виде отдельных мостов. Ну, абсолютно уникальная штука. Мало кто-то в виде такого додумался. Я, честно говоря, первый раз такое вижу. Ну, очень круто. Смотрите, какая система по сбору отходов раздельным способом. Это всякие органические отходы, то есть всякая там, я не знаю, кожура от бананов, огрызки яблок и так далее. Здесь две бочки с обычными отходами и дальше, пожалуйста, стекло. Это разные упаковки от йогуртов, консервов и все, что-то бывает. И отдельно бумагу выбрасывают. Итого у них раз, два, три, четыре, пять, шесть разных вариантов, как можно выкинуть мусор. Так, с это уже пошли жилые кварталы Любляны. Очень аккуратненькие домики, надо сказать. Очень миленько. Короче, женщина всех остановила. Чего она ждет? Непонятно. Все, короче, стоят. Никто не перейти не может, не проехать. Может, какой-то президентский кортеж сейчас поедет. Да, похоже на то. Посол. Вот, влюбление есть центр стрит-арта и вообще такой продвинутый, продвинутое местечко, где собираются все современные художники. Сейчас пойдем исследуем. Вот сидят юные художники, юные дарования, которые вот это вот все сотворили. есть очень интересная работа. Вот, пожалуйста, сербско-славянский книжный клуб. Тут впервые я вижу что-то написанное в Киевице. И девушка внутри красивая ходит, скучает. В общем, погодка явно не улучшается. В принципе, я все посмотрел, обошел два раза весь центр, сходил туда, в этот центр стрит-арта. Ну, все, что в TripAdvisor нашел в этом городе, все, все, в принципе, посмотрел. Поеду-ка я обратно в Италию. Надеюсь, хоть там дождя нет. А из Италии в Сан-Марино, которая станет моей сотой страной. Вовремя я из Любляны сваливаю. Тут снег пошел. Короче, мне навигатор писает, что до Болонии я буду ехать 5 часов, 4 часа 51 минута, что там какие-то пробки, видимо, из-за погоды и до аварии. Ну, я уже на четвертом топе, а в топе войны и мира. Ну, вот, буду продолжать слушать. Погодка вообще просто жесткач. Тут прям что-то у нас каждые минуты все круче и круче, хуже и хуже. Уже стал сомневаться, доеду вообще или нет. Посмотрите, какой слой снега уже у меня на капоте навалило за вот этот час. Афигеть, столько же снега ведь и на дорогу навалило и никто не чистит. А у всех летняя резина. Короче, я встал, вот машина. Дальше ехать не могу, смотрите, что вокруг. Тут просто снег валит и лед и лед внизу. Я уже очень близко к бордюру и меня туда сносят постоянно. Сейчас попробую разобраться и надеть цепи. меня какие-то ребята помогли надеть одну цепь на одно колесо. Толкнули меня, я вроде поехал. Похоже, попа у моей машины помята, но пофигу. Я еду, прорвался через грузовики, которые заблокировали. Дальше вообще никого. Я еду вообще один, если что произойдет. То есть, я, похоже, последний, кто смог прорваться через вот те грузовики. Все остальные уже заперты, потому что там грузовики раскорячились так, чтобы их не объехать. Звук какой-то стрёмный абсолютно. Слышите? Похоже, цепь сейчас слетит. Ой, главное, чтобы она не слетела, конечно. Вот, короче, цепь как висит. Вот наш жум сейчас не подержится. Смотрите, я простоял здесь две минуты вот сейчас, пока камеру доставал. Уже насыпало. Ну, я еду, вы слышите, этот жум это просто кошмар какой-то. страшно. Но еду. Решил поехать дальше по автобану, был съезд, я решил не съезжать. Впереди вижу заправку. Ну, такое впечатление, что снежка меньше стало, и я очень надеюсь на то, что скоро я даю до Италии, и там снега не будет. А вот с той стороны дороги стоят грузовики. Мы-то сейчас вниз поехали, после того, как перевал прошли, а та-то сторона дороги наверх на сих пор едет. И вот грузовики, которые не смогли въехать, и видно, что машин легковых навстречу тоже нету. То есть, похоже, грузовики где-то заперли, вот, прямо, наверное, здесь, и уже никто их не может объехать. И это тоже, конечно, кошмар, потому что люди будут ночевать. ночевать на дороге сегодня. Грузовики что-то очень плотно встали, для легковушек даже полосы не оставили, чтобы они, если могут ехать, объезжали. Молния только что была. Блин, снег и молния, такого вообще никогда не видел. Так, у меня опять тишина в салоне. В какой-то момент цепь не выдержала и слетела. Я сначала думал остановиться и ее подобрать, но понял, что здесь все равно однополосное движение. Я тогда опять всем сейчас перекрою и непонятно, как ее надевать. Если что, у меня есть вторая цепь запасная. В общем, решил плюнуть на нее и ехать так. Машину сразу стал мотать очень сильно, но едем с горки, поэтому еду пока. Бои, сейчас заехали в туннель, тут асфальт так хорошо, но я перед этим попытался затормозить перед асфальтом. Машина вообще не тормозила. То есть, просто мне повезло, что спереди меня никого не было. Вообще не управляется. Похоже, прорвался сквозь зону снега, въехал в дождь, ноги. Сегодня целый день ходил под дождем, ведь промокли, мокрые все это время. Я чувствую, что, похоже, начинаю заболевать. Неужели я не смогу поехать завтра в Сан-Марино и не сделаю все-таки 100 стран, а придется улететь больным дома, домой. Чувствую себя херово, хочу есть, замерз, еду и что-то шумит сзади. То есть, цепь улетела, да, ее нету, но сзади, справа что-то с тем колесом не то. Пока боюсь даже останавливаться, вылезать, смотреть. Италия. И мне еще 300 с лишним километров до Болоньи. Так, что у меня за звук. Это цепь, которая свалилась и которая тут висит. Надо как-то ее снять. Сейчас попробую. Но лучше дает это какого-нибудь кафешки. подъезжаю к Венеции уже. Тут снег опять лежит. Машину посмотрел всю и сбил ее вообще просто этими цепями. Придется, если бы была моя, придется менять заднее крыло и бампер задний и дверь. Все из царапана и все во вмятинах от цепи. Слева заднее крыло тоже все измято. Когда меня придавило к бордюру. В общем, хорошо, что я полную страховку взял. Надеюсь, что мне это не очень дорого выйдет. Но еду пока. Давайте посмотрим, чем вчера обернулось использование цепей на машине. Ура! Я ее победил. Я в Сан-Марино. Что только тут не продают. В отличие от Монако, здесь Сан-Марино лифтов нет. И приходится ходить пешком. Я принц Сан-Марино. Блин, гуляю по Риме, вот чей-то частный дом. И во дворе такая лошадь. Я тут почитал Википедию. Оказывается, этот мост построили в 14-21 годах нашей эры. То есть в то время, когда жил Иисус Христос. Вот, пожалуйста, экскурсии на русском языке. Все для русских туристов. Приезжайте только. Смотрите, какая классная погода. Приезжайте к нам на море времени. Я сделал, что хотел. Я посетил 100 стран. Я еду домой.